Добрый вечер! Добрый вечер! И Денис Орехов, тренер школы Олимпийского резерва. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! У меня, честно говоря, к Роману сразу вопрос. Мы вас все время видим как борца с комплексной инициативой мэрии комплексного размера территорий. А тут вдруг вы решили мышцами поиграть. Да нет, не только я, не вдруг. Ну это я уже шучу, но в несколько необычной роли вы сегодня у нас в эфире. Я так понимаю, что ваша компания поддерживает вот это спортивное начинание. Почему? Зачем? Ну так получилось. Денис Владимирович, я знаю порядка 9 лет. Я сегодня считал 9 или 10, приблизительно так. А у меня 3 ребенка, все 3 ребенка к нему ходили. То есть вот младший буквально, сейчас немножко переводный возраст, вот летом что-то как бы перестал. Я просто его знаю, ну с такой, скажем, хорошей, шикарной стороны. Я, как любой родитель, я переживал перед началом, но благодаря своим возможностям немножко так посмотрели, как он ведет занятия. А он ему сказал, что ты хочешь? Это правильно, все там педагогические приемы как бы. Я потом узнал, у него уже высшее образование физкультуры. Ну понятно, давайте уже не... Просто важно было зрителям объяснить, почему вы здесь какое отношение имеете. Ну конечно, главные у нас вопросы к Денису Орехову. Что это за турнир? Давайте расскажем. Среди юношей в боксе это какой возраст? В боксе это 2011-2012 годы рождения. Это ребятишки, которые только вот заходят в бокс, только начинают боксировать. Это называется мероприятие у нас открытый ринг. Проводят, созываем всех боксеров города Красноярска, не только со школы, это открытые мероприятия. У нас оно называется открытый ринг. То есть можно кому-то прийти и заявиться? Все заявки принимаются. Мы выложили во все спортивные залы, во все интернеты, во все наши сообщества, что мы проводим это мероприятие. И люди этого года сбрасывают нам заявки. И мы проводим, составляем пары, будем проводить это мероприятие. Значит, чтобы было это все ответственно, у нас главным судьей Шуклин Валерий Николаевич, судья международной категории. Все будут с присвоением побед, все будет с судейством, с доктором. Я так понимаю, что это не квалификационные соревнования? Это не квалификационные соревнования, но это соревнования с присвоением победы. Это мы пробуем. Ну, во-первых, человеку нужно какие-то свои силы проверить перед какими-то, может быть, более важными стандартами. Турнир – это же длительные соревнования для ребятишек проводят. Ребятишки уезжают, и 3-4 дня у них идут соревнования. У боксеров на соревнованиях можно только ребятам боксировать 2 дня, потом можно через день боксировать. Он провел в день один бой, он должен еще день провести бой, потом отдохнуть день, и потом еще только провести третий бой. А если сильно маленький, то вообще только два боя можно провести за соревнования. За все. То есть у нас есть свои ограничения по этому поводу. Здесь подводят вот именно этих детей. Мы рекламируем бокс и подводим здесь ребятишек по одному бою, чтобы провели, собрались, тренера посмотрели своих спортсменов. Мы посмотрели, как наши ребята боксируют, встретили с других залов. Вот смотрите, не знаю, как в боксе, но бывают в некоторых видах спорта такие истории. Ну, примерно, вот вы, как тренер школы Олимпийского резерва, все равно примерно знаете, в каких школах, где там, каких звездочек, какие тренеры выращивают. В боксе возможно ли такая история? Например, где-то никому неизвестный тайно тренировался, пришел, всех победил. Ну, такая киношная история, возможно, в боксе? Вот сейчас, на современном уровне? Вряд ли. Я думаю, что сам где-то по себе тренировался, пришел и победил. Я знаю, что для этих соревнований... Как минимум, ему нужен партнер для занятий боксом. Без партнера ты не сможешь... Партнер такой же, как он, да? Почему и проводятся соревнования, конечно. Ты должен попробовать, чему ты учишься. То есть в зале ты пришел на тренировку, у тебя лояльные условия, у тебя тренер учит школу боксу, отработка на снарядах, отработка в парах, это отработка. А здесь поединок, это уже другое напряжение, нервное, психологическое, физическое. Все чужие вокруг и все против тебя. Все чужие, все хотят, да, чтобы ты проиграла, а тебе надо выиграть. Вот это и есть проверка ребенка на этом этапе, как он состоит, как он дальше готов выступать. А это только мальчики будут? Здесь у нас только мальчики. Я спрашиваю, потому что все обсуждали совсем недавно. Совсем недавно обсуждали вот эту олимпиадную историю, поэтому я уточняю. Девочек у нас очень мало в бокс ходит, но они есть у нас, у девчонок очень высокий результат в нашей школе. Но они там будут или нет? Сколько участников? Девочки не заявлялись, пока мне заявок не сбрасывали. Значит, если будут девочки желающие там побоксировать, все боксеры нашей школы участвуют. Боксеры и боксерши. А сколько всего участников? Мне делают, это будет известно завтра, когда будут все заявки поданы. Тогда мы составим план соревнований, вывесим его в группу нашу боксерскую и в общую. И все будут знать об этом. С Романом Николаевичем мы подготовим наградной фонд к этому мероприятию. Вот Роман Николаевич любезно. Кстати, сейчас мы плавно к этому переходим. Я знаю, что для этих соревнований специально построили специальный ринг на улице Обытаевская, 7. Там именно все. Он не специальный, он стандартный, классический. Стандартный. Ну, специально для этих соревнований. Я так понимаю, что вы как-то руку приложили, да? Построили помост для ринга и сверху шатер сделали. И называется это открытый ринг у нас. Он стоит на улице. Скажите, а в дорогое удовольствие проведение соревнований по боксу? Ну, в сравнении, может быть, с... Так, ну, про ринг построить или провести соревнования? Это как бы... И про ринг, и это же тоже инфраструктура. Ну, это и то, и то, и то, и денег, конечно, да. Просто соревнования пройдут, пройдут, да, мы дети отсоревнуются, ну, как бы это... А ринг, он работает, и сейчас как бы... Он же работает, он же не вчера построился, он построился вот месяц назад, там, полтора месяца назад. Вот, и уже где-то полтора месяца назад кто тренируется, и у них, соответственно, когда занятия... Я просто вижу, он, пожалуйста, у меня из окна видно, то есть его... Я вижу, свет подсвечивается, он так интересно, красиво получается, да. О, сегодня занимаются, там видно прям мне в окно, и там прозрачные такие окна тоже, как говорится, да, красиво. Скажите, пожалуйста, а вы сами занимались боксом? Я... Получилось так, вы там про девочек сказали, то есть вот у меня как раз дочка средняя, она как раз у Дениса Владимировича занималась... Боксом занимается? Боксом, она занималась. Ну, я вам сброшу её, у меня есть видео красивое, как она... При том, что она уже на тот момент не занималась, Денис Владимирович попросил просто для рекламы ей там восходяло. А скажите, давайте, это интересно, зачем этой девочке? Там больно бьют тебя, и ты должен кого-то обидеть. Если ей интересно, а во-вторых, если уж зайдите, посмотрите, девчонок очень много занимается за рубежом, занимается, они, конечно, немножко меньше зарабатывают, как парни, потому что, ну, всё равно, скажем, я встречал такие, знаете, реплики, когда там модель достаточно высокого уровня, и одновременно выступает, правда, там был не чистый бокс ММА, но она зарабатывает в ММА больше, чем как модель. Ну, красивая девчонка и так далее, то есть это нормально. Ну, то есть, смотрите, плюс возможный заработок в будущем, ну, например, ну, как варианты возможностей. А что ещё? Чему? Моя дочь танцевала, Таисия, я про неё скажу, она танцевала, но так как она выступала со старшиками в танцах, да, там есть такой у нас Дмитрий Михайлович Ковригин, ну, такая умка, там вот у них есть группа, он танцевал со современные танцы, но она со старшиками, и она выступала. Дмитрий Михайлович сказал, надо бы физуху подтянуть. Мы проходим... И вы выбрали бокс в этот зал? Просто сходили в бассейн, проходим мимо зала бокса в Соколе, и тут объявление о том, что берут девочек, я говорю, ну, девочек там, ой, не девочек, парней, я говорю, ну, может, ты и пойдёшь. Я говорю, тебе же физуху надо подтянуть, я говорю, там лучше, потому что я же старше занимался, она говорит, ну, давай, попробуем. Она у меня такая, за любой кипиш, лишь бы только не голодать. Понятно. Скажите, а всех ли берут в бокс? Ну, вот приходят разные дети. В каких случаях вы, например, отказываете, и всех ли вообще берёте? Как это происходит? В основном всех берём. В основном есть противопоказания у врачей, когда детям нельзя заниматься боксом по каким-то причинам, или вообще спортом. Если нельзя заниматься боксом, а это связано с чем-то, со зрением, с головой, там, были травмы или есть, там, допустим, тогда просто выставляем тренировочный процесс так, чтобы ребёнок просто тренировался боксу и не стоял в парах, не подвергался травмам. Тогда так выставляем этот процесс. Естественно, этот ребёнок не будет в школе бокса участвовать, не будет в соревнованиях, но он будет жить, тренироваться вместе с этими детьми, помогать, и даются задания. Допустим, этот ребёнок, ему нельзя по голове бить, а он кого-то может потихонечку поработать, чтобы старший партнёр поучился защищаться. Вот видите, и он с травмой головы может помочь нам, атакуя другого человека, сам при этом не пострадав никак, и научиться боксу потихонечку. Это полезно в жизни? Это, конечно, полезно. Это хорошая координация? Что ещё? Это самая лучшая координация. Бокс – это один из самых координеров в видах спорта. Реакция, уверенность в себе, уверенность в своих действиях. У Романа Николаевича дочка отзанималась, это красивая фигура, потому что бокс – это всегда красивая фигура. Так вот куда надо идти! Чтобы согнать вес, у нас очень энергозатратные тренировки, очень много калорий теряет. Он всегда с тренировок по боксу люди выходят мокрые, теряют по полтора-два килограмма за тренировку. Приходите, мы вас потренируем. Спасибо! И вы будете очень великолепно себя чувствовать, я вас уверяю. Давайте расскажем о соревнованиях, когда конкретно будет, где, может быть, кто-то хочет привезти своих детей и присмотреть место или тренеров. А у кого более успешные, так сказать, воспитанники? Значит, на улице Абытаевской 7 будет проходить открытый ринг. Значит, это Роман Николаевич нам предоставил эту возможность. Там у него есть зал, в котором мы тренируемся. Помимо этого открытого ринга, у нас там есть еще качественный спортивный зал по боксу, в котором мы постоянно тренируемся. Боксеры там тренируются каждый день. И также, повторюсь, люди, которые в школе бокса у нас занимаются и выступают на соревнованиях, они везде у нас занимаются бесплатно. У нас, к сожалению, мало времени эфирного, уже осталось совсем минутка, поэтому куда звонить, если планируете участие? 208-16-59, звоните, вам все расскажут, куда приходить. Абытаевская 7, пограничников 105, это два зала, где я работаю официально и приглашаю всех туда. Ну что ж, спасибо большое. Вот такой сегодня эфир. Напомню, что нашими гостями были Роман Еремеев, генеральный директор группы компании СИП «Красполимер» и Денис Орехов, тренер школы Олимпийского резерва по боксу. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова